всем привет сегодня два способа вам покажу как подрезать обои случае сопряжения когда обои разные все стены клеятся обои с одним рисунком а какая-то одна либо 200 и выделяется другим рисунком в нашем случае это белый такой цвет и вот в карте таких случаях отработать угол сопряжения этих двух различных фактур и цветов чтобы получился достойный результат два способа как я уже говорил способ первый здесь видим наклеены два полотна обоев разных цветов разных фактур но это один производитель и это мармур здесь мы клеим мармур это полотно которое клеил изначально но здесь заворот пожалуйста где-то 3-4 сантиметра специально это сделал чтобы вам показать подробнее и здесь у нас полотно тоже идет внахлёст немного где-то сантиметр на смежную стену всегда лучше оставить какой-то нахлёст чтобы было что отрезать когда отрезать нечего подогнать как-то надо это беда поэтому оставляйте убираем одно полотно это полотно которое первое наклеили вот этот заворот необходимо подрезать таким образом чтобы осталось где-то миллиметров пять на смежной стене не на этой а вот на этой смежной стене миллиметров 5 обоев должно остаться не больше после чего мы уже наклеим второе полотно и это лучше конечно дело сразу просто я специально оставил чтобы вам показать как подобные вещи выполняются я вот сверху уже немножечко отрезал чтобы удобнее было снимать также плавно держа нож под наклоном прорезаем как обычно следим чтобы вот стены было 5 может быть 3 миллиметра лезвия не вынимаем и шпатель переставляем и таким образом движемся время марвук обои которые лучше резать на сухую наклеили завернули подсохну на следующий день пришли подрезали потому что очень плотно обои фактика клеенка на сырую резать их сложно у меня во всяком случае такой марвук может быть другие бывают об этом так теперь убираем вот этот кусок который отрезали если клеили вчера и обои высохли то следим за тем чтобы бумажная часть этих обоев не оставалась тоже отслаивалась удалялся стены понимаете ли все полимерные обои а винил или флизелин это полимер состоит из двух частей верхний полимерный слой и слой бумаги и бывает что полимерный слой ослаивается бумага остается на стене и таким образом дает потом небольшую шишку смотрится некрасиво поэтому не ленимся проходим смачиваем это место и следим если где-то есть бумага то ее удаляем предварительно смочить если не смочить то удалить будет очень сложно так ну вот есть бумажный слой это хорошо потому что я вам как раз какие-то и покажу вот она бумага вот она чувствуется можно шпатеньком бы подковырнуть даже не можно нужно не ногтями же это делать и главное зацепить и также она спокойно пойдет верхняя полимерная часть пожалуйста наверху еще немного осталось следим чтобы вся удалялась иначе шишечку небольшую даст вот минус этого способа состоит в том что наклеим а мы наклеим полотно и прям по углу прорежем после чего участия обоев которые у нас остались на стене вот то что мы сейчас подрезаем маленькую часть мы удалять не будем то есть это не двойной лес и вот эта часть она немножечко будет выпирать будет заметно в другом случае этого нет но есть другой минус то что обои все-таки залазит немного на смежную стену небольшой их участок тоже с миллиметром миллиметров пять-семь в этом случае обои одного цвета в другой будет плавно переходить строго по углу но будет заметен небольшой небольшое утолщение по той причине что под одним обоями есть небольшой участок других обоев кажется будет понятно объясняю я понятно объясняю просто не готовился совсем сплошной экспромт сейчас выдаю новый год у нас у времени в обрез на снимать надо работать тоже надо без этого никак здесь удаляется внизу тоже все хорошо теперь кисточкой наносим клей сюда не жалеем обои клеились уже и сохли после этого я вклеил их вчера видео есть поэтому надо ждем где-то минут десять пусть обои пропитаются это все-таки марбург и теперь разгоняем просто тупо выгоняем клей и вот эту часть сейчас будем отрезать прямо на свою резать будем прямо здесь конечно лучше использовать хороший широкий шпатель хорошего производства у меня там на этом объекте нет поэтому обычно шпателем так лезвие обязательно острый должен быть поэтому обламываем не забываем можно таким шпателем это сделать узкий но прямой это крафту пошире но у него изгиб естественно короче лучше возьмите вот такой только широкий и по самому прям лезвие не вынимаем весь отрез осуществляем одним махом и и и и и и все можно еще туда клея немного добавить можно не добавлять ненормально вроде думы этого делать и выгоняем пожалуйста не заметно совсем той части обоев которые заходят на смежную стену маленького кусочком когда высадить его будет видно немного поэтому решать вам сейчас протираем и на этом все и второй способ здесь видно классический двойной рез так называемый когда клеится одно полотно обоев нахлёст на угол сантиметра 2-3 и следующее полотно другого цвета клеится на смежную стену тоже в нахлёст на уже существующую наклеенные обои после чего прорезается двойным резом немного отступив от угла в самом углу как я уже говорил резать ни в коем случае нельзя вот именно по углу прорезать нельзя потому что белая полоса однозначно у вас появится какой бы ровный угол не был здесь на этой квартире вообще не штукатурились и углы только равнялись под правила там ссылочка есть в описании смотрите как я это делал если смотреть отсюда стена плавно переходит с одного рисунка в другой если же подойти поближе то да заметно что вот эти кирпичики у нас зашли немного на смежную стену но поскольку отрез выполнен ровно выполнен аккуратно смотрится довольно прилично в общем вам решать каким способом воспользоваться оба они имеют как свои плюсы так и свои недостатки но в целом этот этот способ подходит и можно им пользоваться подписывайтесь на канал с вас лайки колокольчики с меня новые интересные видео и конечно же не забывайте мыть шпателя